Храм знаний для будущих летчиков. В Чувашском кадетском корпусе имени Александра Кочетова прозвенел первый звонок. На торжественную церемонию открытия приехало немало почетных гостей. О новой странице в истории кадетского движения о республике репортаж Дмитрия Ковалева. У нас 21 регион. 2, 1. Ура! С праздником! Ура! Каждая деталь этого церемониала определенно будет вписана золотыми буквами в историю региона. После того, как почетные гости перерезали красную ленту, кадетский корпус осветил митрополит Фарнава. Во имя отца, если и на истерта в душе. Перед республикой стояла непростая задача. И это признает экспал-предпрезидента. Строительство кадетского корпуса Михаил Бабич держал на постоянном контроле. Соглашение четырех сторон было подписано год назад в Москве. Сегодня мы делаем очередной шаг. Заключаем соглашение о взаимодействии по оказанию шефской помощи Чувашскому кадетскому корпусу имени Героя Советского Союза Кочетова. Уверен, что это позволит воспитанию корпуса научиться быть самостоятельными, ответственными людьми и сделать все для того, чтобы наша страна процветала. За неделю до рабочего визита в республику Михаила Бабича назначили чрезвычайным и полномочным послом страны в Беларусь. Пост полпреда президента он занимал семь лет, став инициатором окружного проекта, в рамках которого в ПФО начали возводить кадетские корпуса. Чувашский шестой по счету. Украшением нашего проекта является вот этот великолепный кадетский корпус, который буквально чуть более года назад мы заложили с вами здесь первую капсулу. И вот прошло 14 месяцев. И этот великолепный храм знаний, по-другому его нельзя назвать, с этого момента начнет служить нашим ребятам. И я хочу поблагодарить всех, прежде всего Михаила Васильевича, вас, вашу команду, несмотря на все сложности, несмотря на очень сжатые сроки. Тем не менее, эта работа была сделана. Я хочу поблагодарить наших партнеров из группы компании «Ренова», которые в этом кадетском корпусе подарили целый спальный корпус, построенный на свои средства. Это ответ закоренелым скептикам. Спустя год на месте пустыря и порослей самосева появился кадетский корпус и комфортная зона для прогулок. Кадры с квадрокоптера описывают весь масштаб благоустройства. Здесь и игровые комплексы для детей, и цветочные клумбы, и фонтаны. Горожане таким переменам только рады. Прекрасный городской парк, это тоже по федеральной программе мы на это инвестиции получили. Это на самом деле востребованное место. Одно дело я говорю, я слышал отзывы наших горожан, наших ветеранов. И те общественные проекты, их 11, которые на самом деле по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации при Волжском федеральном округе реализованы, они будут иметь очень хорошую дальнейшую перспективу. Это шесть кадетских корпусов Приволжского федерального округа, это президентский кадетский корпус в Оренбурге и два суворовских военных училища в Ульяновске. Которая сейчас будет реконструирована и, по сути дела, заново отстроена. Это все единая система, единый образовательный процесс. И сегодня у нас количество поступающих в высшие военно-вечебные заведения силовых структур из 100% выпускников уже сегодня уходит за 70%. В кадетском корпусе все, что необходимо для подготовки квалифицированных специалистов. Тренажерные и спортивные залы, инновационные классы, стрелковый тир. За рамками школьной программы кадет будут обучать хореографии, живописи и робототехники. Ребята будут изучать основы робототехники, то есть сборку вести, программирование. И также будут изучать основы предопечати и информативирование. Многие ребята признаются, что кадетский корпус – это новая ступень к заветной мечте. Очень долго ждали вот этого момента. Мы надеялись, то есть у нас быстро это все построят. К счастью, это так. Специальностей очень много, но военное мне как-то больше по душе. Я считаю, что нужно защищать Родину, чтобы остальные спали спокойно, жили и не волновались о своей судьбе и жизни. Я думаю, что у меня неплохо с этим. Я думаю, что неплохо с этим справлюсь. В будущем я хочу работать полицейским. Полицейские должны быть порядочными, аккуратными. Поэтому я и хочу стать полицейским. Я буду стараться больше заниматься физкультурой, учиться хорошо. Переполняет эмоции, потому что открытие такого корпуса для нас огромная честь там учиться. До этого мы уезжали домой всегда, а тут мы будем жить. Я вижу, как тут все организовано, тут все прекрасно и со спокойной душой. Все для детей. С этого года в кадетском корпусе будут обучаться 400 человек. Сюда поступили ребята и из других регионов. Есть татары, удмурты, чуваши, русские, евреи, белорусы и морейцы. Кураторами Чувашского кадетского корпуса выступают Воздушно-космические силы России. Этот шаг является беспрецедентным. По большому счету сегодня шефство Воздушно-космических сил над кадетскими корпусами не имеет места. Поэтому сегодня мы с большой радостью, в общем-то, понимаем, что данное действие случилось. Закладывая здесь сегодня в детях вот эту любовь сегодня к небу, любовь к профессии летной сегодня, мы понимаем, что это будущие летчики, будущие офицеры. И ребятам есть на кого равняться. Чувашскому кадетскому корпусу присвоено имя героя Советского Союза Александра Кочетова, правнучка легендарного летчика, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в числе почетных гостей. Это праздник для нашей семьи. Мы очень горды тем, что мой прадед столько сделал для нашей страны, то, что его помнят. Это очень важно, и я очень волнуюсь, потому что это большая честь стоять здесь сегодня. Ну а кадетам преподали уроки мужества герои России Владимир Рахманов, Николай Гаврилов и Сергей Нефедов. Хочется сегодня поклониться вообще землячушке. Вот я здесь 4 часа, наверное, мы только остались с самолета, а у меня такое впечатление, что я здесь уже живу 20 лет. Улыбки, гостеприимство, искренность. Мы своими глазами видим ваших людей. Мы своими глазами видим, как поставленная задача, поставленная задача, не приказ, а поставленная задача, может быть при желании всем вместе исполнена. История пишется с чистого листа. Первые записи в книге почетных гостей оставили Михаил Бабич и Аделина Сотникова, пожилав кадетам новых высот. Об этом дне ребятам будут напоминать и именные деревья, которые посадили у входа в корпус. Дмитрий Ковалев, Ольга Пыречкина, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Александр Петров и Андрей Спиридонов. Республика.